У нас Володя кухонный работник, он все готовит. Вчера откуда принесли тарелку? Это от Игоря Дубунова, брата нашел. А как она попала к нам? Ну он пищу наготовил, Марина у него жена наготовила. Ну-ну-ну, еще. И он нас пригласил вчера на праздник к себе в гости. Мы его сходили, а как оказалось? Он попал в больницу, а мы еду забрали в него. Главный едок в больнице оказался. И поэтому нам это отдали, да? Да. Ну так сегодня рыбу нельзя, завтра. Сегодня же икру можно есть. Один раз в году можно. Икру можно. А где ее взять? Она еще пришла. Ну, на молитву с Гликерией пришла. Гликери у нее тут. О, молитвенница наша. Вот она лежит. Гликерия! Э! Алло! А, ну-ка вставай. Пойдем домой. Вот она как. Ох, она, да одета она по форме. Ты посмотри, она с двойным платочком. Маленько. Вот так, молодец. Ну, давай слазь. Еще тут сухо, все. Давай. Вот она как. Мы уже отмолились, а все. Пошли. Баба Надя за тобой пришла. Пойдем потихоньку слазь сюда. Сама слезь. Вот она, ловкая такая девчонка. О! Так, а пальтишко-то взяла? Вот это-то пальто-то возьми. Вот оно как. Ну-ка. Баба, одевай ее. Я с вами поговорю. Она сама оденет. Она не дает надеваться. Не надо, не любит. Давай, надевай, я поговорю. Вот я сколько раз говорил, ты ее не бери сюда. Почему? Родители неверующие. Не дай бог что-то случится. Там у нас кочегарка. Она там забивает из другой комнаты, где сестры там с детьми-то. Она в дырку пролазит специально для тепла. И туда она там. Потом вокруг ходит. Я вижу, одна гликерия вышла. Лежу, она опять пробежала в комнату. Зайдет через стену прорублено отверстие, чтобы круговорот был теплым воздухом. И оттуда опять выбегает вторая гликерия. И теперь, я сказал, ее сюда не брать. Ты неаккуратная такая. Не дай бог что случится. Рядом вот такая вот печка, вот смотри. И вот эта вот накаляется. И она упадет на ее уровне. И представь, что у нее здесь навсегда будет снята кожа. Ты думаешь или нет, что с тобой будет? У нас даже кошки вот сюда одна же, ну одна другую загнала на плиту. Ноги обожжала. Так я и лечил сколько. И принесли вот железные два листа. Мы их вот так в листы ставим. Как только затопили, все, кошка не залазит. А ты ребенка даже не ограждаешь. Второе. Тебе почему они ее отдали? Это я говорил, не брать. Наде говорили, она будет, и Наде мухи. Я говорю, ну там пускай. Она на работу пошла, а Лера позвоночник сломала сейчас в этом корсете. Она не может с ней быть. И поэтому они пока на время. Теперь родители, мы их не видел ни разу, даже не видел родителям. Отца знать не знаю. Они все там пьют и прочее какое есть. Это неплохо, что девчонка здесь. Но ты-то никакая. Ну пока у меня Господь дает здоровье, я остаюсь. Ты говоришь, в храме она теперь стоит уже по-другому, она лучше. А вчера удивительно, я даже удивилась. Да удивительно, потому что я там был. И она никогда другой не была. И она здесь в храме стоит, ее все время только около меня держат. И ты обольщаешься. Вот это последнее богослужение было. Держу, она вот так задом стоит к алтарю, девчонок дергает, которые молятся. Я сказал, ну-ка давайте сюда. А около меня она стоит. Вчера точно так же, она устала, давай вырываться. Я ее за рукав, вот это держу, ты с той руки. Маленько пойдя, ты ее освобождаешь. А она мгновенно туда, где эти, стоит подсвечник, начинает вытирать платочком своим по земле, по полу в церкви и лозит. По Кровском соборе была. Ты сколько раз от меня ее уводила, садила. И ничего не могла сделать. И не дождалась я и ушла из храма. Так? А ты говорила, она другая, вот она тебе и показала. Никакая она не другая. Ну в субботу она хорошо себя вела. Понимаешь, нет. Вот я видел такой вот так вот, мужик сидит пьяный. И вот так вот стянул все это на себя. А жена стоит, Ваня, ну ты же говорил, пить не будешь больше. Да мало ли еще по пьянке скажешь. Вот у вас точно так же. Картинка. Надо работать. Надо стоять спокойно. Ты в храме все вот так выборачиваться. Я ее вот так вот взял, вот за этот. Я стояли, вот так вот мы стояли. У тебя там какой-то жемпер такой был. Вот этот вот, наверное, да? Я вот так ее держу за рукав. Она давай тянуть. Давай двумя руками села, здорово тянет так, повисла. Я не гляжу. Стою молюсь. Ты за ту руку держишь. Ее удержать нельзя. Она вот так ногу давай выставлять. Вот так ногу выставляет. Я ее взял, она ногу вот так потихоньку прижала. Она больше не встала. Вот так она стояла. Вы вот так ногу вперед. Отодвинь вот эту ногу вперед. Вот сюда поставь. Вот эту ногу. Как вчера ты делала в храме. Ладно. А что? Ну, я не буду давить сильно. Покажи ногу. Я буду, говорит, спокойно. Видал, какая послушная? Я буду, говорит, спокойно теперь. Вот все. Пожалуйста. И бабки там ее страдают. Потом, видишь, бабки-то тоже ничего не могут сделать с ней. Она никого не признает. Вчера деньги собирает. Она уже туда присоседила. И с ней идет тоже деньги собирает. По храму. Тоже мало. И ты вчера меня, когда пошли в храм, я сказал, что она тебе там не даст покоя-то. Нет, она другая. Ну, это уже... Ну, в субботу она хорошо тебя вела. Ну, ты что говорит, в субботу? Это любой преступник говорит. Ну, я в субботу-то был хорош. И что вы меня за воскресенье-то судите-то? Надо в храме стоять как положено. Ты, девочка умная, все это знаешь. Благоговение. Это не годится так. Пришли мы в храм... Я в маленьком храме буду хорошо вести. В маленьком храме. Ну, разницы-то нет. Надо ее в большом. У нас в деревне поселился... К сыну приехал, милиционер. Дружина Геннадия Петровича. Коммунист, подполковница. И у нас побыл на службе. Надо что-то делать. Вот видите как, в зарубежная церковь. А Ельцин-то? В патриархии. Поэтому надо в патриархию идти. Надо с властями заодно быть. Я люблю, когда вот большой купол, он говорит. Буду делать с выдумкой дом строить. А ничего не построить. Чего он построить-то? Там нанял и самонаде ладе. С выдумкой, с хитринкой. И везде ходил, всех сотничал. Это все разоблачается на молитве. На молитве. Мы деревья свалили там, засохли деревья. А кто их свалил? Да мы и свалили, убрали их. А суща падает в пруд и все. А почему? А он приехал туда и уже записался в экологию, куда идти можно. Землю взял, а еще не работает. Мишо, ведра два, морковки набрал и повез на тележке маленькой сдать где. Доказать, что у него справка, что он фермер. Лукавые люди. Лукавые. Ты вот дала слово в маленьком храме. У нас маленький, стой, в нашем храме. Я тебя ловлю на слове. Поняла? А ты должна везде, потому что ты пришла в храм для Бога. А хозяином в храме Бог. И ты нарушаешь заповедь Божью. Посмотри, дядя Володя, что делает. Погляди. Погляди. Что он делает? Ежедневно, ежеутренне у нас морков. И они делят и мне больше дают, потому что я больше времени провожу за компьютером. Каротин. Я книги писал, подсчитал. За 9 лет больше 30 тысяч часов провел. Тысяч. Интересно, эта цифра настолько большая, что ее где-то внесли. Преподают в милицейском институте. Ваундтрог. Виктор Эдмунтович ведет. И говорит, у нас это как раз и говорили. Вы молодые ребята, посмотрите. Вот, дескать, ссылается на мне на возраст и прочее. А я и не думал рекорды ставить. Мне просто надо было. Ну и все. Сегодня у нас суббота. Где икрыто? Яблоки-то видите, какие у нас. А кто принес? Вон, Надежда Васильевна. Ты принесла? Ну ладно, все. Все, все, все. Ладно, эти яблоки, я знаю, где это. Бракованные были. Это можно будет где-то. Ну все на сегодня. Икры у нас нету. То Сережина мама там эту отравленную маленькую баночку, вот такая вот баночка с икрой давала. А я ее забыл вчера. Ну нету нигде. И что же делать-то? Устав нарушен будет. Икру надо сегодня. Икрытой и нету. Давай-ка мы ее подправим. Надо рыбину купить. Вот по-настоящему. Не как старообрядцы, полголовы открытой у девочек. Она, девочка, должна быть как должно закрыто. Правильно. О, смотри, как Надежда Васильевна. Всегда по форме одетая. Потому что всегда надо молиться. И поэтому надо быть в платочке. Она даже спит вот так вот. И гляди. Вообще с ней можно заниматься. Да. Но сначала с вами. Со мной не можно заниматься когда-то. Все, она. Со мной не можно заниматься, когда я сплю. Да спишь, да какое занятие. Ты ничего не слышала, как мы сейчас считали. Мутром события дня считали. Ты не слышала. Я рано проснулась. Ну, у меня хорошо спать. Я потом к тебе еще один раз приду. А я потом еще раз приду к тебе. Еще, конечно. Завтра-то не в воскресенье вы не приходите, а в понедельник можете прийти. Надо сегодня подготовить. Все у нас. Молитва слов. Вещернюю молитву помолимся. Завтра вместе придете здесь, помолимся. Вещернюю молитву. Я говорил на завтра или на понедельник? На завтра. На завтра? Ну, на завтра. Занятия не проводить, говоришь? Ага. Ну да, на занятия. Это вот дело. Если сумеет, он собрать. Вместо занятий. Ну, все тогда на этом. Конец. Сегодня у нас восьмое. Ой, посмотри, что на улице делается. Посмотри. Вон оно. Открыто все. Ну, нет ничего. Тишина полная. Снег не идет. Ну, все, однако. Я теперь начну сейчас обрабатывать то, что тут есть. Зачем ты пришел? Выключай. Ну, все, с Богом. Идите тогда. С Богом. Не мешайте с нам. А вот смотри у нас тут. Видал? Это такие прислали. Это везде у нас наклеены они будут. Все, однако. Вот так. Выключайте там. Я буду... Так. 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 Так.